есть люди которые у них они молодцы у них разные профессии они могут быть выдающимся врачом выходит а вот навыки врача владение скальпелем почему же ему не поможет хотя должна была помощь правильно неправильно все рвался да нет причем тут скальпель правильно хотя у меня ложь это тоже скальпель только доделаю как провести сертификацию я сотням людей потерь по 20 минут рассказывал по телефону вот потом создал эти диски потом сделал ролики и разместил их везде где только можно на сайте когда и тем не менее до сих пор 300 рублей говорю руки короткие гудки или допустим а вы там не так расскажите нет ни одну всех которого я не отказал рассказать и все-таки ребята вот уже поплакаться пожалеете вы меня ведь каждый день каждый день звонки а когда я говорю 300 рублей диск стоят и как-то разговор ходит на что-то другое я потом возвращать ну ладно слушайте как делал я живу сильно высыл а вон ролики мы смотреть не хочет они там же вы знаете что мои матрицы всегда ролики акции шкацию проводить вот так вот так что и еще я сейчас скажу очень важную вещь у меня не так много времени осталось полчаса конечно там впереди столько самого важного интересного мне так кажется я остановился ночью и так мы не знаем что будет завтра у нас каждое 10 20 30 лет обязательно война или революция так принято давно ли это танками по стреляли по белому дому по нашему парламенту смотрелись там зуба ковырялись кого помните танками прямой наводкой это сами себя сейчас в этом вот сейчас получается так берем случай нас отключают я несколько случаев нас отключают от ютуба сейчас мой брат юрий владимир чужелезов берет и я вам высылаю огромными партиями свои кусками свои эти самые материалы у меня бездонные диск бездонный с огромным количеством материалы так и он все это размещает уже на нашем отечественном который не пользуется абсолютно никаким спросом пока есть youtube когда ютуба не будет чтобы нам выжить и зарабатывать хотя бы или хотя бы не терять друг друга но придется я забыл как называется наш отечественный youtube но придется выбирать сюда но наступит такой момент у меня 20 дисков это вся агротехника там есть три дня полностью снятая в этом ребрик подтвердит он участник семинаров наш вебинар и участник семинаров там вся агротехника и причем на одном из дисков все еще и прививки все а всего их 20 важнее еще диски не менее важно где я хожу по саду и рассказывать кстати ходить по саду подходить каждому дереву и рассказывать 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 больше никто никогда во всей россии я буквально это еще минуту займу на такой пример и так мне пришла и кто-то из вас ссылку и открываю чек мне начали бальзам я так обратно чек показывает категорически нельзя летом обрезать деревья и показывает значит обрезаны деревья и они успели к осени выбросить вот такие побежки которые он же говорит он умница он замечательный человек они зимой замерзнут а этого все кто это там другой раз может покажу надо было здесь показать эта книга все каждый день она сколько чем на рекламу денег тратит а там летние обрезка осенье зимние выпускницы темирайзовки почему они не люблю и потому что она создала книгу для того чтобы заработать денег не отдай себе отчет а там нормальный человек на чек у меня есть фотографии только сейчас не знаю трудно найти еще я сейчас критикую можете поэтому не буду показывать и фамилию не буду называть и вот он сказал это у меня сразу праздник на душе я не один какое счастье он же показал вот такие побежки и впереди зима еще я не замерзут потому что обрезал а тут они то лезут почему просыпается не вынуждены проснуться это вам не италия и дальше мы делаем не так выиграть усы усушку и вот он придумал впервые в жизни узнал что есть такой термин он придумал или от кого-то пель но я уже думал узнаем все разбуди ночью а он взял над ламу это оставляет то есть они не умирают а надломанное остается а вот это надо делать тут и опять приуныл и сказал не буду я тебе показывать не буду эти критиковать вот похвалить похвалил хотя бы против этой обрезки вот а впереди начинаются страшные времена когда вообще негде будет взять информацию сейчас каждый из вас должен запастись в будущее вот даже преподаватель а станем все одни как когда-то были помните железный задавец все это нас ждет и никуда от этого не деться чем вы все сначала вот но пусть у вас эти диски будут многих сохранил еще эта аппаратура куда диск ставить и у меня он стоит именно мне не мешает вот это хотел сказать еще вкладе подготовки будущем этим самым страшным временам которое вполне возможно домик деревья умоляю если начнется массовая иммиграция вам поможет только своя картошка и свои овощи так свои закатки соль недорогая еще солью надо запасаться килограммами понимаете чего говорю ну купите вы 20 килограмм соли желательно крупных крупной зернистой и не разоритесь и это еще не все домик деревни еще купить на а потом когда начнется волна миграции это знаете благополучную испанию да но них идет волна миграции этих мусульман наши россияне накупили там а я один случай живой когда ради живой человек рассказывает о своем горе живой человек не то что там где-то по телевизору там то ли обманули то ли нагнетают а здесь живой человек рассказывают что купили семьей этот самый а я уже до этого знал что такая традиция испании купили дом прекрасный дом на берегу все с бассейном вот а у них а им деваться некуда чтобы испания избавилась а она все равно потеряется испанию испания потеряет испания почему уже сейчас разрешено и эти уже все дома которых никто не живет а имеют право это законодательно захватывать мусульмане почему а такое правило они даем такой возможность они заселились кто-то украл деньги в россии там купил вот заработал учащий украл там купил а теперь люди хихикают не только у русских у всех кто там немец какой-нибудь купил у него там холодеет чем в испании вот не обязательно кто кто может быть какой-нибудь болгарин или это все все захвачено этими самыми мусульманами и они имеют право жить больше трясись документами ходи в суд бесполезно правительство таким путем снизила агрессию вот это это было а теперь возвращаемся к нам в сибирь еще полно дешевых в глухих деревнях полу дешевых домов можно там спросить от этого даже если крыша протекает можно спастись на время можно печку затопить можно это дров купить и пусть стоит а не ждет тот самый момент а еще последний мужики все у кого ходят в штанах вот надо сейчас не только любители пострелять там куропаток все должны иметь в сейфе ружья ружья должны быть гладкоствольные сотня патронов тоже не разоритесь только крупная картечь вы даже знаете что такое крупная картечь можете закрыть глаза выстрелить и не промахнетесь вам придется стрелять под много дичи возможно когда четырестом году русские убивали русских донецк луганск тысячами убивали и не просто убивали мучили калечили грабили вот сейчас задача такая защитить и свое добро сами вот это просто моя не на гитая обстановку мой хороший совет есть еще кто нельзя пока есть возможность пока еще правила не самые строгие купить эту стволку купить и перед эту самую пить и зарядку вот любой имеет право купить если только нет каких-то особых случаев по здоровью или по психике там и так далее потому что возможно вам этот погреб еще защищать придется обойдется ничего постреляете по путылкам и эти селетнего ребенка вы чувствовали пригодится так этого не говорю а и Субтитры создавал DimaTorzok